Районный конкурс «Праздничный наряд для лесной королевы» в этом году проводится в 20-й раз. Традиционно участниками его становятся участники образовательных учреждений и центров детского творчества. 625 работ было представлено для оценки жюри. 140 из них были отобраны для участия в конкурсе. Торжественное награждение победителей, как всегда, состоялось в кинотеатре «Искра». При этом ребята могли увидеть и новую новогоднюю сказку в исполнении театрального коллектива Центра детского творчества «Импульс». Рассказывает наш корреспондент Людмила Медведева. Проведение конкурса «Елочные игрушки» в Ленинском районе стало хорошей, доброй традицией. Сколько фантазий, выдумки и мастерства в новогодних сувенирах. 20 лет назад зародился этот детский творческий марафон. У нас на площади наряжали нашу главную районную елку. И вдруг получилось так, что время было такое, игрушек не было. И наши дети, мы запустили этот конкурс, праздничный наряд «Лесной королевы». И дети, очень много, так много было изготовлено игрушек, что вся елка была умешана. И она настолько была интересна, утром она 20 лет назад. И все приходили, жители города, смотреть на эту елку. И каждый ребенок подходил, привозил своих гостей и показывал, что он спастерил. Проблемные времена канули в лету. А традиция мастерить елочные игрушки осталась. И каждый год, уже два десятка лет, на конкурс представляются все новые, неповторимые изделия. Работа Володи Кузнецова «Дед Мороз прилетел» в этом году завоевала гран-при. Это работа семейная. Я делся со своими родителями. Значит, сам самолет сделал из простой бутылки. Крылья из картона. Я уже участвую в новогоднем конкурсе, первый раз. Уже много. И у меня второй уже раз. Матвей Демченко, участник конкурса, занимается в импульсе. Его елочная игрушка «Снеговичок» сделана из стекла в технике «Тиффани» и заняла первое место. Сначала мы делаем эскиз, потом подбираем стекло по цвету и по размеру. Вырезаем специальным стеклорезом нужные детали, потом обкручиваем их специальной лентой, обрабатываем флюзом и паяем их. Саша Солнцева, занимаясь в импульсе, попробовала себя во многих кружках, но остановилась на живописи. Ее «Снегурочка» тоже стала победителем. Рисовать я очень люблю, и мы решили на этот Новый год нарисовать открытку в технике. Так я участвую уже много раз, но так для души, в общем. Ночью-чуть люблю я всякие конкурсы. Я очень люблю приходить, смотреть, здесь очень много работ, красиво. Меня зовут Игорь Голованова Катя. Я сделала снеговика. Мы достали с мамой 5-литровую бутылку, обклеили ее ватой. Дети Ленинского района, в первую очередь, конечно же, учащиеся школ, своими руками сделали эти наряды, прекрасные подарки, прекрасные игрушки. И на самом деле отрадно за то, что у нас есть прекрасное будущее. И я в первую очередь, конечно же, благодарен директору Центра нашего творчества «Импульс» и Бессонну Ленину Владимировну за тот праздник, который для нас здесь сделан. 140 ребят стали победителями районного конкурса «Праздничный наряд для лесной королевы». Они славно потрудились, за что получили заслуженные награды. Большой зал кинотеатра в этот день был заполнен до отказа. Все пришедшие на праздник с удовольствием смотрели награждение. А затем и новую новогоднюю сказку театрального коллектива «Центр детского творчества «Импульс», в которой с героями происходило много приключений. Но, как и положено в доброй сказке, зло было наказано. Праздник состоялся. Ну а теперь давайте все вместе. Три, четыре. Красотой нас удиви. Елка, заживай огни. Ой, елочка какая красавица у нас загорелась. Людмила Медведева, Александр Ильин, Евгений Садовский. Видное ТВ.